Водительские права станут электронными уже с 1 октября 2022 года. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Как я уже рассказывал в одном из предыдущих видеороликов, летом в июне 2022 года, в ходе интервью глава российской ГИБДД Михаил Черников рассказал о том, что до конца 2022 года планируется перевод в электронный вид водительских удостоверений. Я напомню, что с сентября 2021 года в России до сих пор проходит эксперимент по электронным СТС, то есть свидетельствам о регистрации транспортного средства. На сегодняшний день, если эти документы загружены в личный кабинет на портале госуслуг, то, скачав мобильное приложение под названием «Госуслуги авто», вы можете предъявлять автоинспекторам не бумажный документ, а его электронную копию в виде QR-кода. Однако, учитывая, что это до сих пор по факту еще эксперимент, и никакие поправки в законодательство и в ПДД не вносились, при себе водитель по-прежнему должен иметь бумажный вариант оригинала СТСки. Нечто подобное с 1 октября 2022 года будет запущено и по водительским удостоверениям. Сегодня у нас в Казани, это Республика Татарстан, стартовал форум под названием «Казань Digital Week». В ходе своего выступления в рамках этого форума глава российской ГИБДД Михаил Чайников как раз-таки анонсировал тестовый запуск водительских удостоверений в приложении «Госуслуги авто» уже с 1 октября 2022 года. Также, как и с электронными СТС, электронные водительские права тоже будут пока что в виде эксперимента, то есть в любом случае при себе нужно будет иметь оригинал этих документов. Однако, по словам Чайникова, уже готовятся соответствующие поправки и действующие нормы закона, согласно которым электронные варианты водительских прав и СТС будут признаваться наравне с бумажными. Речи о том, чтобы полностью перевести бумажные документы водителя в электронный вид не идет, то есть это будет всего лишь альтернатива. То есть, если ты хочешь, сможешь в будущем использовать обычные бумажные права и СТС-ку, при желании ты можешь использовать их электронный вариант, получается, через приложение «Госуслуги авто». Вот такая вот информация. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!